Продолжение следует... Что, давая контракт, допустим, Малкину, Кросби, до конца их карьеры, они все дальше и дальше отделяют тебя. Возьмешь свои шансы, либо нет. Примеры других игроков, которых брали, там, черт знает, когда или вообще не брали. Всем привет, друзья! Это снова отдел хоккея. И мы этим летом продолжаем радовать вас выпусками вот в таком составе. Меня зовут Андрей Юртаев, я по-прежнему здесь. Вот с этой стороны стола с кактусом Ари. И с другой стороны от меня Рома, он же Роман с хоккеем. И у нас вообще такой формат, как бы у нас отдел с хоккеем. Как бы вот у нас последние пары выпусков, потому что, видите, Виталия Славиным мы пока так еще не дождались. И Паша Лысенкова тоже мы пока не дождались. Всем привет, ребят! Хотя бы присутствует посредством видео. По моей худи вы должны догадаться, тема сегодняшнего выпуска... Сергачев. Потому что Сергачев начинал свою карьеру в НХЛ, именно в Монреаль-Каналец. Да, ну, мы, как и в прошлом выпуске, уже анонсировали про Тампу. Давайте поговорим, может быть, сегодня чуть больше. Ну и вообще вот эти все трансферы, переходы очень в голове так пока еще не очень уложилось. Но действительно, одна из новостей, это даже еще до открытия рынка свободных агентов, там за день, за два... Это еще в сфере объявили, то есть там, где драфт проходил. А, во время драфта, да. И все были в шоке прям, то есть все кто там... Вся сфера... Да. За сердце все. Сергачев. В Юте. В Юту обменяли Михаила Сергачева, человеку, которого восьмилетний контракт там по восемь с половиной, и он отработал только один год из этих восьми, и... В Юту, как ты воспринял эту новость? Я был в шоке. Я был в шоке. Я был в шоке? Шок это по-нашему. Потому что, на мой взгляд, когда такого игрока продлевают на восемь лет, тем более, действительно, он же начинал в Монреале, его обменяли, он выиграл кубки. И в прошлом году ему дали такой контракт, я помню, прям, ну, все говорят, ой, это там переплата и прочее. И, то есть, казалось, что там по тем своим решениям надолго связывает свою судьбу с Сергачевым, а вот оп, и вот так все. Ну, а что пошло не так-то? Сложно сказать. Возможно, повлияло то, что вот этот сезон был такой неудачный, да, прям роковой какой-то, столько травм. Причем такие травмы, вот, я вспоминаю, это прям сердце разрывается, да, как там, вот он уезжал, вот это вот падение такое. И потом восстановление тоже, да, там, практически, он же, по-моему, в первом же игре получил еще одну травму. Да, ешь, не помню, я помню, что он сыграл там матчи 30, как будто бы, вот, за весь год. Вот, то есть, может быть, это повлияло, а так, даже не знаю, то есть, надо внутри быть, наверное, чтобы знать. Но главное, чтобы Миша не отчаивался, не расстраивался, на этом жизнь не заканчивается. А может быть, это, наоборот, сделает так, что вот он станет прям таким франчайз-игроком, и вокруг него Юта поднимется. Юта. Класс. Ну, давайте сразу же и Пашу Лысенкову тоже будем подключать к нашему разговору. Ну, и вот эта новость в связи с обменом Михаила Сергачева в Юту. И я бы, знаешь, как сформулировал вопрос, то есть, когда ты подписываешь 8 лет, даешь человеку, и через год уже ты с этим человеком расстаешься, то, ну, где-то вот должна быть ошибка. То есть, она либо была в тот момент, когда ты давал 8 лет человеку, то есть, получается, что ты ошибся оценивать перспективы, либо это ошибка здесь и сейчас, что после одного плохого сезона ты с человеком все, расстаешься и говоришь, все, да, в Юту. Вот, поэтому, Паш, как ты думаешь, когда ошибается или ошибся уже Брисбуа, когда давал этот контракт, или сейчас, когда Сергачева Тампа обменяла в Юту? Ошибся легенд-менеджер Тампы Жюльен Брисбуа с тем, когда давал Сергачеву контракт на 8 лет? Или, может быть, он ошибся сейчас, когда его обменял? Слушайте, на самом деле история Сергачева меня расстроила и даже возмутила, потому что Брисбуа, как мы помним, этот помощник в свое время Стива Айзермана, потом принявший от него бразды правления, когда Стив Айзермана ушел в Детройт, Брисбуа вот в эти считанные дни просто, как вот такой сын, так разбазарил все наследство отцовское. Вот все, что строил Айзерман, вот эту команду, которая династия, выходила с нескольких лет в финалы Кубка Стэнли, брала две чашки, все, сейчас все профукано. И какие могут быть вопросы у него к Сергачеву? Вот, посмотрите, Сергачев по статистике имел в сезоне 22-23 64 очка в регулярке. То есть, это он еще играл по старому контракту, по дешевому. Он показал свой уровень, он показал свою статистику. Да, у него в плей-офф было минус 4, да, они вылетели в первом раунде, но при этом он набрал 3 очка. 64 очка в 79 матчах у него было. Он мог где-то, конечно, косячить сзади, да, можно спорить, превзошел ли он Виктор Хедман или нет, да, там, игровое время и все остальное. То, что было с ним в последнем сезоне, да, 19 очков, 2 гола, 17 передач в 34 матчах. Минус 16 был, причем, период, когда он шел худшим по полезности в лиге, но он это переборол. Но в итоге, правда, было всего минус 16. Но это вследствие того, что он два раза получал травмы. Причем вторая травма была жуткая. Когда его на носилках со льда вытаскивали, казалось, что он вообще улетел до конца сезона, но он героически вернулся и, понятно, не был самим собой, провел в поле в два матча. Но, слушайте, это травма. Понятно, какая перспектива у Сергачева. Он молодой, он универсальный, он, если даже не первый номер, как Хедман, он, может быть, там, не знаю, вторым номером. Зачем делать ставку, я не понимаю, на Хедмана и Макдону 35-34 года, делать супервозрастную защиту и при этом терять игрока, парня, который, с одной стороны, имеет 7 лет контракта, да, к будущей твоей франшизе, с другой, он не имеет колоссальный контракт с учетом того, что потолок зарплат поднимается. И 8,5 – это вообще ни о чем сейчас. Это то же самое, там, Юрай Славковский, сколько он получает от Монреаля, да, сейчас примерно, там, просто парень ничего еще не успел показать в НХЛ и получил там в районе 7 миллионов, да, а у этого 8,5. При этом Сергачев – обладатель двух чашек и не самый последний игрок, давайте не будем забывать. И то, что так легко от Миши избавились, конечно, по Тампе – это большая ошибка, Брис Буа это поймет. По сути, он обменял Сергачева на Джейка Генцеля один в один, да, там, примерно, те же деньги, даже больше он получил этот форвард. Я не считаю, что этот форвард будет каким-то имбовым, да, таким каким-то суперсильным для Тампы, как вот Кучеров, да, он просто для глубины состава, он, игра при Кросби, где Кросби там прокачивал его статистику. Сейчас он будет играть при Кучеров и будет Кучеров ему статистику поднимать. Но даже просто вот по Ампуа хороший защитник ценится гораздо больше, чем форвард. В НХЛ форвардов полно классного защитника, попробуй найди. Конечно же, Брис Буа допустил большую ошибку, но мы это поймем только на расстоянии. Так что наблюдайте, я жду ближайшие годы закат Тампы. Итак, Михаил Сергачев в Юте. Паша Лысенков на другом конце света про Сергачева нам рассказал. Но давай с Тампой останемся. И ведь мы-то думали, что Сергачев ушел, и значит, они продлят Стемкоса, наверное. Ну да, потому что вот эти деньги, вот они вроде как освободили. Вот для меня Стемкоса это же, ну по сути, как вот там Овечкин для Вашингтона, там, наверное, Кросби для Питтсбурга. И мы понимаем, что Вашингтон и Питтсбург... Лукоянов для Акбарса. Ну так, more or less. И мы вот понимаем, что ни Вашингтон, ни Питтсбург в ближайшее время не выигрывают кубок. Но никому не приходит в голову, что Вашингтон или Питтсбург будут обменивать Овечкина или там Кросби, Малкина, потому что это легенды клуба Стемкоса. Но это такая же, мне кажется, легенда Тампы, как и вот игроки, которых я говорю. Почему какой-то, не знаю, лояльности не проявляет Тампы к самому ветерану? Как это не проявляет? Они дали 8 лет по 3 года. О, 8 лет на 3 по 3 миллиона. Ну. Прикинь? Ты знал это? Ну, и что? Ну, то есть я вообще был в шоке. Ну, 3 миллиона для Стемкоса, который еще как бы в нормальном возрасте. Это малая раскрепление. 34, ну ветеранчик как бы уже. Ну, 3 миллиона, да. Ну, это очень мало. Вот, я считаю, что... То есть это как бы, знаешь так, ну, мы сделали все, что могли. Мы тебе предложили контракт, ты сам отказался от него. Вот, было бы интересно, на самом деле, посидеть вот так с Брисбуа, и чтобы он по чесноку рассказал вообще, что к чему. Потому что вот насчет Сергачева, Паша вот сказал, да, у меня такой взгляд, что, например, может быть, это и вовсе не ошибка, как ты говоришь, потому что они этот сезон, вот Сергачев очень много пропустил, фактически его не было, и они видят, что они могут иначе как-то все выстроить, да. Может быть, они как-то по-особенному смотрят на Стемкоса и считают вот его вклад не таким значимым, и знают, как сделать лучше. Вот, поэтому нужно понимать их мотивы. Но то, как они поступают, это классно. То есть интересно за этим следить. Мотив, вот мне кажется, мотив здесь понятен. Они хотят быть претендентами на Кубок. То есть они считают, что подписание Стемкоса им дает меньше шансов, чем, допустим, подписание Джека Генца. И вот я думаю, что Питтсбург тоже понимает, что давая контракт, допустим, Малкину, Кросби до конца их карьеры, они все дальше и дальше отделяют себя. И с одной стороны, а с другой мы понимаем, что там, допустим, Овечкин, пусть и не претендуя на Кубок, все равно будет приносить вот медиа, вот этот шум, просто оставаясь в Вашингтоне, там все эти продажи Джерси, погони за рекордом, там еще, еще, еще там что-то, да. И Тампа, в принципе, могла, наверное, пойти по этому пути. Стемкоса мы каким-то образом там сохраняем, дам ему деньги, и вот мы вот свою лояльность показываем, зарабатываем, как бы на околохоккейных каких-то вещах, не на результате. А Брюсбуа говорит, нет, нам результат важнее, как вот у нас многие болельщики, там не надо, чтобы журналисты там брали интервью игроков, это их отвлекает от тренировок, вот это все. И вот Брюсбуа такой, а вот нам не надо вот этого всего, нам нужен результат, поэтому Стемкос ушел. А с другой стороны, у них есть кучеров праймовый все еще, Василевский, Хедман. А у них был праймовый кучеров, вот он стал лучшим бомбардиром в сезоне. Я понимаю, но может быть вот они сейчас поменяют конфигурацию вокруг всего этого и смогут еще что-то выжить. Тут ведь на самом деле главный вопрос, на мой взгляд, а реально ли остаются еще эти шансы быть претендентом? Или это все-таки уже такие мечты Брюсбуа? Вот Генцел, как тебе в Тампе? То есть, по сути, это вместо Стемкоса, вот деньги, которые могли пойти на Стемкоса, они отдали их Джейку Генцелу. Ну, мне кажется, это лучше. Генцел? Ну, он моложе. Ну, это да. Вот, и... Но это не легенда. Ну, вот где вот он будет играть? Стемкос же праворукий, а этот леворукий. Ну, очевидно, что это, ну, он будет играть с кучеровым в большинстве 100%. Он будет на пятаке, поинт туда уйдет? Я не знаю, но я думаю, что брать Генцела и не отдавать ему первую бригаду большинства, это, ну, это... Или кучеров поменяется местами, оттуда будет раздавать. Ну, короче, вот в чем мой кайф от Тампы, да? От того, что они постоянно находят какие-то вот эти вещи интересные в итоге, что у них получится. Они такие ходы сделали, скинули Сергачева, скинули Стемкоса, взяли... Ну, блин, не знаю, это очень интересно. Я, ну, когда ты говоришь о том, где он будет играть, я думаю, что это, может быть, даже просто первая тройка, типа, Генцел, поинт, кучеров. Ну, она тебя, как бы, возбуждает, торкает. Первая сама по себе тройка очень хорошая. Ну, в теории, на бумаге. То есть Генцел там под 100 будет набирать. То есть кучеров будет отдавать, Генцел будет забивать. Тут вообще вопросов нет. То есть там статистика будет у Генцела невероятная. Просто потому что он будет играть с кучером. Ну, даже если не в равных составах, в большинстве 100% они как-то там найдут место. И Генцел свои очки прям гарантированно наберет, там, 90, я не знаю, сколько. Другой вопрос с точки зрения результата. Вот я не знаю, приведет ли это. То есть тот ли это игрок, который действительно был нужен. Окей, а если бы была возможность вот сделать ставочку в приложении, ты бы кого выбрал? Стемкоса или Генцела? Вот, допустим... Мне очень нравится Генцела, я бы 100% выбрал Генцела. Но я не уверен, что это то, что нужно Тампе прямо сейчас. Поздравляю, ты Брис Буа. Почему? Жюльен. Ладно, друзья, давайте еще вспомним, что Хедмана же продлила Тампе плюс ко всему. То есть у Хедмана тоже был контракт, который еще год действовал, восьмилетний, и он сыграл только семь. И год он еще будет играть сейчас по старому контракту, и, соответственно, еще четыре ему накинули по восемь миллионов. Это чуть-чуть больше, чем у него, вот поэтому восьмилетнему было по деньгам. Ну, в принципе, по сути, то же самое, с учетом того, что выросло. Цены растут, да? Но, как известно, когда Тампа так продлевает, не факт, что они его не обменяют. Ну, блин, ну, с другой стороны, они Стэмкоса же не сохранили. Сейчас думаешь, ну, Хедман, наверное, сейчас капитан. Ну, ну, а кто вот? Ну, да, да. Скорее всего, будущий новый капитан вместо Стэмкоса. Сейчас, как они со Стэмкосом обошлись, не факт, что и Хедманы, правда, доиграть ему, по-моему, 34. А вот с другой стороны, ну, вот они так видят. Я думаю, это классно, когда ты не держишься за что-то, да. Они дали Стэмкосу, Стэмкос сейчас поедет в Нэшвилл, получил хорошие деньги, будет играть, получать удовольствие. И так каждый раз, вот каждый раз Стэмкос, мне кажется, у него уже накопилось. Помнишь, как в тот раз его тоже продляли, там вот все было так прям тяжело-тяжело. Все время приходится там ужиматься вот ради команды. Может, он тоже от этого устал. Поэтому я говорю, что классно, что они продлевают себе жизнь. Вот мне однажды один человек сказал, родив позднего ребенка, мы продлили себе молодость тем, что мы вот им занимаемся в этом возрасте. Вот Тампа продлевает себе жизнь вот этими ходами. Они не мирятся с ролью, вот как ты говоришь, Вашингтон, Питтсбург. Типа мы там ля-ля-ля, мы будем пытаться, мы будем пытаться до последнего. И я считаю, что очень неплохо он все вывернул. Мы, опять же, как я в прошлом выпуске говорил, мы ждем, когда у наших друзей и партнеров из компании Минлайн появятся прогнозы на обладателя Кубка Стэнли 25-го года. Мы свои уже сделали в прошлом выпуске. Вернитесь, посмотрите, если не видели. Но вот давай про Тампу. Просто даже любопытно, как будут Тампу котировать в следующем сезоне. Ну, то есть вот несколько ходов, вот они, да. Плюс там Макдона вернулся, если помните. И вот что ты ждешь от Тампы в следующем сезоне? Будет ли Тампо... В финале будет играть. В финале? С Нэшвиллом? Тампо-Нэшвилл у тебя в финал? Ты же в прошлый раз сказал, Нэшвилл выиграет? Да. Тампо-Нэшвилл, финал. Стэнкос против Тампы, финал, а? Да. Ну, я считаю, что они вот сейчас там, по-моему, еще нескольких человек подписали там на очень маленькие деньги. Ну, они взяли Гиргенссон. Эткинсон, да. Да, Эткинсон, Гиргенссон. Тоже забивной. То есть, мне кажется, что вот где-то им не хватило, я смотрел вот эту серию с Флоридой, вот где-то вот не хватило, да, там, голов, вот каких-то таких. Я думаю, что сейчас они подберут вот игроков еще. Может, Гусев еще доедет до них. Вот, я думаю, что у них все есть, понимаешь, вот Василевских сыграет какой-нибудь невероятный вот там первый-второй раунд, вот затащит все, а он может, и все. Кучеров, да, там, с Генцелем они сейчас там разыграются, и он как положит там 60 голов. Так что... Вот проблема в том, что вот мне кажется, когда мы про Генцеля опять же говорим, что он очков-то много наберет, но вот он, мне кажется, не вот такой краеугольный игрок. То есть, ему нужен Кучеров, чтобы он ему отдавал эти... Они будут играть. Макдона укрепит защиту. Вот про Сергачева, да, мы говорим, он реально очень много пропустил. То есть, Тампа фактически играла без него. И вот сейчас будет там Макдона. Может быть, еще кого-то там сейчас вот они поищут какие-то варианты. То есть, я считаю, что Тампа в любом случае, ну, для меня они претенденты. На кубок? Да. Ну, то есть, твой прогноз Тампа в финале? Ну, пусть будет так. Хорошо. Ну, я думаю, что, ну, Тампа, очевидно, это плей-офф. Но я что-то пока так особо не верю в то, что это будет какой-то долгий поход за кубком. Мне кажется, что Тампа где-то вот первый, второй максимум раунд, это то, что ждет. Потому что, мне кажется, им вот не хватает какой-то вот этой глубины, которая у них была, когда они побеждали на уровне третьего, четвертого звена. Потому что там Гиргенсенс, это все, конечно, хорошо. Но что-то я не уверен, что это как вот глубина Эдмонтона, которая вдруг проснулась в плей-офф и в Тампе вдруг себя тоже так покажет. Поэтому давайте Пашу спросим, как тебе там оттуда, где ты находишься, видится то, что происходит с Тампой, какие перспективы и, собственно, как Тампа выступит в предстоящем сезоне НХЛ. Вообще интересный вопрос, как выступит Тампа в следующем сезоне. Я, опять же, повторюсь, жду закат Тампы и не вижу, за счет чего Тампа будет как минимум таким сильным и уверенным претендентом на попадание в плей-офф. Она, кстати, команда барахталась в прошлом сезоне еще, могла в плей-офф не попасть, потом и брала ход. Но потеряв таких харизматичных ребят, харизматичных, да, ну да, у них там появилась молодежь, там гики, еще кто-то. Но кого Тампа превосходит так вот уверенно? Потому что Восток, это действительно, там есть клубы, о которых я могу сказать, они в плей-офф будут. Там и Торонто будет в плей-офф, и Бостон там будет, и Флорида будет. И посчитать вот этих всех претендентов, Тампа будет где-то там в районе 7-8 места по нынешнему раскладу. А вот представьте, если у них сломается, что часто бывает с ветеранами, или Хедман, или Макдона, да, или оба сразу, с кем они останутся, да? Или Василевский, не дай бог, получит травму, как они будут крутиться. То есть мы раньше говорили, когда Тампа брала кубки Стэнли, у них был глубокий состав, там даже третье, четвертое звено много решали. Сейчас состав все тоньше, тоньше, тоньше. Сейчас я вижу, что он держится на буквально двух-трех людях. Кучеров, Василевский, и кто еще? Ну, Хедман, хорошо, продлили Хедман, ну все. Вот на трех людях держится эта команда. Я думаю, она не попадет в плей-офф, а если даже попадет на своем опыте, да, и каких-то там вот этих знаниях, да, которые никуда не делись, она вылетит в первом раунде, потому что с 7-8 места и попадет под фаворита, ну, как, собственно, было сейчас Тампа. Она начала уже вылетать в первых раундах, это идет закат династии, ничего с этим не поделаешь. Так, это был Паш Лысенков, и возвращаясь к теме Сергачева, его же обменяли в Юту, и я вот не знаю, как вот ты себе представляешь эту команду, но для меня она как-то вот, я вот пытаюсь вот себе в голове вот это вот объяснить, что это Аризона. Это вот Аризона, которая просто переехала, вот у нее новая форма, странное название, ХК Юта, ну это, добро пожаловать в КХЛ с таким названием, что это вы придумали. Вот, а как вот тебе Юта, перспективы, что ты вообще думаешь об этом? Признаюсь честно, ни разу не думал о том, как я воспринимаю... Ну хорошо, но ты же вот представил себе вот, наверное, Сергачева в Юте. Вот честно, нет, вообще такого не было, но я думаю, нет смысла, надо подождать просто, как это все будет, и вот уже соотнести, поэтому не мучайся. Ну представь, что Сергачев в Аризоне, хорошо, давай не думай про Юта. Вот Сергачев в Аризоне. В Аризоне мне не нравится, а вот в Юте... А в Юте более-менее, да? Знаешь почему? Потому что вот эта неизвестность, она манит. Аризона, согласитесь, я думаю, что вы, дорогие зрители, согласны с тем, что это такой там, ну сброд, вот. Ну реально, они там сбагривают все эти контракты какие-то хреновые на протяжении прямо вот очень длительного времени, и Аризона для меня это просто вот ребята у выхода стоят там самые последние, вот. А Юта как-то вот, у меня такого нет, то есть у меня нет корреляций, что это одно и то же. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Ну я тебе скажу, что вот Аризона не была прям вот совсем плохата, вот, если мы посмотрим, допустим, прошлый сезон. Ну да, они никуда не попали, но это не было вот прям так, что прям... Сколько лет они уже никуда не попадают? Да ты знаешь, что это так-то на самом деле, это... Я, скорее, не помню, ладно. Но, но, Аризона, вот мое мнение, потому что Аризона это не такая плохая команда, как нам кажется. Сейчас она великолепная, потому что там Сергачев. Ну да, но я просто видел несколько матчей в прошлом году, и они не выглядели прям вот совсем плохо, как вот некоторые, вот там совсем уж аутсайдеры. Слушай, ну, я думаю, что большинство вот нам, наверное, обычному вот российскому любителю хоккея особо за Аризоной-то и смотреть неинтересно. Вот они выбрали в том году двоих наших игроков. Вот когда они были Фениксом, Аризона же была Фениксом, не забывайте, они играли в плей-офф вообще-то. Феникс играл в плей-офф. Да, там был Шейн Дон. Вот это все, да. А сейчас там младший Дон. Они вот, они же выбрали наших ребят в том году. Симошев, Будд, пожалуйста. Вот, сейчас у них будет Сергачев. Да. То есть, я думаю, что сейчас вот за ней будем смотреть мы попристальнее, побольше матчей захватывать, и уже как-то будем смотреть. Но в любом случае это тоже интересно, это вызов, да, там люди сменили название, сменили город. Это кайфово. Ну, ты ждешь, что вот Сергачев, допустим, когда мы говорим о том, что Тамп его обменял, был очень хороший сезон вот этот 22-23, который, может быть, не очень был хороший для Хэдмана, и вот казалось, вот она смена поколения произошла, Сергачев теперь вместо Хэдмана. А вот 23-24, ну, такое было и возрождение у Хэдмана, ну, и Сергачев много пропустил. Но потенциал-то он же никуда не делся, правильно? Сейчас он, если будет здоровым, то есть это опять вот игрок, который, ну, типа, там, вот он франчайз-плеер. У них, наверное, давно такого не было. Ну, то есть я считаю, что Сергачев это прям реально такая, ну, звезда. Вот, то есть вот как ты говоришь вот год назад. Но, на самом деле, самое главное, плевать Аризона, Юта, Феникс, главное, чтобы у Миши со здоровьем все было хорошо, потому что вот эти травмы, которые он получал, это реально какая-то была жуть, и хочется, чтобы вот все получилось. И в Юту ведь еще обменяли Егора Соколова. Да. И это тоже довольно любопытно, потому что он как-то так в Атаве пытался там все пробиться, пробиться, не получилось, но вот Юта. И вот вопрос, получится, не получится, может быть, надо в Россию поехать, или, может быть, все-таки действительно есть шансы теперь через Юту зайти в НХЛ. Давайте Пашу снова на эту тему сейчас подключим. В общем, Паша, что ты думаешь о перспективах Егора Соколова в Юте? Надо ли ему бороться теперь за место в составе Юты, или надо возвращаться в Россию, или, может быть, еще какие-то есть варианты у него дальнейшие, вернее, другие для дальнейшего развития карьеры? Что дальше делать Егору Соколову? Какие у него перспективы? Вообще, я знаю, если говорить о Егоре Соколове, который обменяли в Юту, что его давно, очень давно хотели видеть в автомобилисте. Но он не приезжает в КХЛ, он цепляется за свой шанс до конца, и мы помним этого обаятельного парня еще по молодежному чемпионату мира, да, там его сравнивали даже с таким Садальским, место встречи изменить нельзя, там роль кирпича, такой он прям такой был большой, прям на фоне молодых таких ребят, он казался таким дядькой с такой щетиной, такой куфылек, 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 бежал там напролом, делал дубль, я помню, ворота шведов. И я помню, когда он уехал в Северную Америку, там ему катание меняли радикально, с ним очень такая работа, и во время ковида, ковида, он не уехал в Россию и жил там, в Северной Америке, и разносил там еду, там ставил к дверям, людям помогал. То есть он абсолютно вписался в все американское комьюнити, он мыслями уже там, он много-много лет уже там живет, хотя сам молодой парень. И ну что ему дальше делать? Вот его обменяли в Юту, ему вот и шанс пробиваться там через низшие звенья, и команда формируется, это для него хороший шанс, вот хороший момент попасть в этот амбициозный клуб, потому что это не сравнить с Аризоной, уют и гораздо серьезнее подход, это мы видим уже по обменам, по приобретениям. И может он на этой волне, как вот были ребята, которые в Сиэтле, в Вегасе ловили этот шанс и выходили наконец-то на тот уровень, когда могут играть стабильно в НХЛ. Соколову нужно сейчас только это, он не будет новым Тарасенко, Кучеровым, кем-то еще, но он может быть вполне себе уверенным игроком НХЛ типа Якова Тренина, что мы Егору и пожелаем. Так, это был Паш Лосенков, и давайте еще к новостям, у нас вообще мы как-то так не захватили драфт, драфт НХЛ, где было выбрано опять достаточное количество россиян, и лучший игрок получается не Рома, но в той же команде, в которой как бы Рома сейчас, первый номер российский это Иван Демидов, который ушел под пятым выбором в Монреаль. В целом, какие у тебя впечатления, потому что, я сейчас просто объясню, вот я не смотрел драфт в прямом эфире, я спокойненько спал, с утра встаю, мне сообщение пришло от Ромы, ночью написано, ну вот, видимо, хотел драфт со мной обсуждать в режиме онлайн, но я подвел Романа и лег спать. А ты уже, наверное, улетел, да, в тот момент? А, наверное, кстати, да, у меня даже, наверное, и в России не было. Во-первых, я смотрел драфт в прямом эфире и, более того, даже стримил у себя в ВК это все дело. И я надел это худи. И когда пришел черед Монреаля, у меня что-то затрепетало, вышла Селин Дион, это был вообще шок, и она выбрала нашего парня. А вот, слушай, про Демидова писали, что он даже не в курсе был, кто такая Селин Дион, ну что, в принципе, может быть понятно, да, для человека, который родился в 2005 году, потому что это уже на 7 лет позже, чем вышел Титаник. Ты вот, когда вышел Титаник, мы же знаем, ты же родился в декабре 1993-го, а раз Рома сам еще 19 минут об этом мне говорил, скажу я. Ты-то вообще знал, кто такая Селин Дион? Ты вообще Титаник смотрел? Да, но мне всегда тяжело было смотреть его. Плакал? Да, я очень сентиментальный. Ну, короче говоря, для тебя вы хотели... То есть, в момент, когда Селин Дион назвала Демидова, у меня было как в Титанике, я такой, типа... Понятно. Это было красиво, это было классно. Я считаю, что Монреаль вот к Демидову как раз должен отнестись очень хорошо, так сказать, и надеюсь, что через годик там, когда он доедет, все получится. Ну, в целом, 4 человека в первом раунде, 8 вратарей, 6 опять игроков в Каролину ушло, какие-то вот общие впечатления о драфте. Больше всего в первом раунде мне понравился паренек под третьим номером, Анахайм даже сделал уже там с ним мерч, он так был удивлен. Вот the duck. Да, да. Вот. А так, в десятом выбрали Силаева, и тот случай, когда, наверное, каждый раз, когда вот команды выбирали, да, я думал, блин, не берите. Я понимаю, что как бы престижно, но вот почему-то с Антоном лично знаком... Ты хотел, чтобы его позже, что ли, выбрали? Ну, почему-то мне вот хотелось, чтобы он как бы в команду, в какую-то такую организацию попал, вот, не знаю. Ну, какую, например? Ну, вот, ну, не знаю, как это сказать, ну, типа, знаешь, условно там, в какую-то вот нашу, где много вот наших игроков. Вашингтон. Да, да, типа такого чего-то, вот, хотелось. Вот. Ну, просто вот этот Seattle, вот это все как-то, я так думал, думал, блин, вот он туда придет как-то, даже, не знаю, что там за эту команду сказать особого. Вот. Поэтому я рад за наших всех ребят. Антону Силаеву писал прямо во время драфта, как и тебе. Антон, удачи. Он отвечал? Да, да, он отвечал, но я говорю, может быть, ты придешь ко мне в эфир, он говорит, я уже тут очень много, типа, прессы, медиа, я, типа, занят. Вот. Но за ребят рад, я, честно, вот, всегда мечтал, чтобы у меня был сын, и тоже его, вот, сделал хоккеистом, воспитал его, его тоже когда-нибудь выбрали на драфте, у меня есть какая-то такая мечта. Поэтому я драфт люблю, хоть мало чего понимаю в этом, но крутая история. Ну, вот, я просто хочу из тебя вытащить, ты знаешь, вот, допустим, мы знаем, кого когда выбрали, вот, для тебя неприятность, что человека выбрали низко или вообще не выбрали, или, наоборот, радость, что человека выбрали вот так высоко, какой-то вот такой есть. Для меня, наверное, вот, показательным был Шейн Райт, по-моему, да, который котировали первым, его выбрали четвертым, и я вот помню его разочарование. Я считаю, что вот так, с высоты моей, того, что я прожил, я считаю, что это классное шоу, это прикольно, но глобально это все не так важно. То есть важно с точки зрения того, что типа команда тебя выбирает, тратит на тебя пик, но в любом случае чаша терпения рано или поздно закончится. Ты либо возьмешь свои шансы, либо нет. Примеры других игроков, которых брали там черт знает когда или вообще не брали, тоже это показывают. Просто вот это классная история, классный такой инструмент для того, чтобы строить команду. Но, так сказать, преувеличивать его значение я бы тоже не стал. Хорошо, давайте Паше зададим этот вопрос тоже на эту тему. Вот Демидов в Монреале, там Набоков в Колорадо, Сурин в Нэшвилле, ну и дальше по списку Артамонов в Каролине, например, Чернышев в Сан-Хосе. Вот какой из этих выборов тебе, Паша, нравится больше всего? Нравится ли тебе, что Демидов ушел в Монреаль или какие-то, может быть, другие есть радостные выборы вот в этом году на драфте НХЛ? Какой выбор на драфте НХЛ порадовал меня больше всего? Я скажу, я скажу, что меня больше всего порадовал выбор все-таки, хотя многие отнеслись к этому скептически, но к тому, что Монреаль выбрал Ивана Демидова. Почему я так думаю? Потому что, во-первых, ну скептики говорят, что там плохо развивают молодежь. Я бы с этим, может быть, и поспорил с учетом того, что там клуб, да, вот относительно новый тренер Мартин Сен-Луи, и там как раз вот молодая поросль, подписанная до 30-го года, все эти Сузуки, Кофилды, Славковский, вот они все. То есть там виден костяк, и Демидов туда вписывается по концепции хорошо. Я был несколько раз в Монреале, я представляю, что это такое. Это действительно город, который живет хоккеем, своя французская культура, арена вот эта, да, и там просто боготворят каждого игрока. Я приезжал туда, когда там играл Алексей Ковалев, когда братья Костицыны там были такими большими героями. Это действительно попало в очень правильную, крутую среду. Я помню, как Монреаль переживал из-за того, что не взял Матвея Мечкова на драфте, хотя мог это сделать на предыдущем. Сейчас они получили такого русского, который, если будет правильно играть, хорошо развиваться. Кстати, Демидов очень хорошо прошарен по английскому, он говорит, как будто там жил 100 лет в Северной Америке, и прям он стирает вот эти грани, у него там не должно быть каких-то больших проблем с коммуникацией. И он, опять же, у него статистика большая, я прям вижу, как его будут в Монреале со временем сравнивать, особенно если он отпустит волосы подлиннее, как они называли «белокурый демон» в свое время Гилли Флера. Гилли Флера, когда там играл, он там летал, там набирал по 100 очков за сезон и был действительно лидером таким. И вот у Демидова есть задатки получить все это. Опять же, когда он играет с молодой бандой, и он будет играть, чувствовать себя как в СКА 1946. Примерно такие же молодые ребята рядом, чуть-чуть там постарше по возрасту, и он будет расти и всех разрывать. Когда ты большая звезда в Монреале, это ты не просто звезда Энхайл, это звезда, тебя очень сильно раскрутят канадские СМИ. Это эхом перелетит все к нам. То есть мы действительно получим не просто талантливого парня, но человека, из которого монреальцы раздуют очень большую звезду. И правильно сделают. То есть там Андрей Марков, генерал обороны был, а сейчас будет Иван Демидов, генерал атаки. Это был Паш Лосенков, его мнение по итогам драфта, и был ведь еще один драфт. Драфт CHL, Канадской универсской лиги. И опять вот нам не хватает Виталия Славина, который прямо ждал, прямо ждал, что после запрета, который был в CHL на драфт российских игроков, вот в этом году запрет был снят, и вот он прямо ждал, что будет с выбором, кого выберут, сколько выберут, выберут ли вообще. В итоге первый номер драфта это Матвей Гридин, которого выбрали и в NHL в первом раунде, его Calgary Flames задрафтовали под 28 номером, но вот Гридин в CHL оказался номером 1, и самое, мне кажется, любопытное новость, связанное с Гридином, это то, что он, видимо, поедет реально играть дальше, то есть он играл и так в молодежной лиге, и он останется в молодежной лиге, несмотря на то, что речь шла о том, что он поедет в университет Мичигана, в NCAA, но, как оказалось, он туда не поедет из-за плохих оценок. То есть это для меня прям такая немножко, ну, мне кажется, для многих такая необычная история, что игрока не берут в команду ту или иную из-за плохих оценок, из-за плохой успеваемости в школе. Вот то, что в России, мне кажется, невозможно себе представить, да, грубо говоря, там есть Кирилл Капризов, плохо учился в школе, допустим, да, не берем, в Салават Юлаев, ну, в Салават, ну, там, в Новокузнецк. А вот так, получается, Гридин, видимо, еще год приведет в молодежной лиге, а не в студенческой, потому что плохо учился в школе. Как тебе такая новость? Честно, я был вообще в шоке, но удивительно. С другой стороны, наверное, это правильный такой посыл, да, надо хорошо учиться и не забывать об учебе, нужно получать образование, потому что образованный человек – это личность, а, так сказать, только быть спортсменом, наверное, это сейчас не очень правильно. Вот, ну, так, конечно, шок. Вот, я не знаю. Я просто представил, вот так, я бы, там, меня бы выбрали, я бы такой хаю, он говорит, а, нет, ты... Ну, ты знаешь, я прочитал, вот сейчас Мичиган это комментировал, и это просто как-то, видимо, не всплывало, но они, я так понял, еще месяц назад знали, что мы не берем Гридина из-за плохих оценок, из-за того, что он плохо учился. Просто это вот сейчас всплыло после драфта CHL, и они подтвердили, да, все так, мы уже это решение приняли месяц назад, там, или сколько. В общем, учитесь, ребята, учитесь, не забывайте про школу, несмотря даже на ваши большие успехи хоккея. Я, кстати, в школе учился плохо, а вот знаю, что Андрей блестящий был ученик. Да, у меня серебряная медаль. Ну, как блестящий, ну, серебряная. А у тебя одна четверка? Две, да. И еще один игрок, которого выбрали на драфте CHL уже после драфта NHL, это Игорь Чернышев. И вокруг Чернышева сейчас вообще стала развиваться такая очень интересная история. Ты расскажи, что этот драфт, как я понимаю, вот этот CHL, это только там выбирают тех, кто реально доедет до них, да? Не факт. Ты просто закрепляешь права на игрока за собой. Ну, то есть, понятно, что, наверное, какие-то у тебя переговоры были, чтобы ты не потратил драфт на человека, который не приедет к тебе. Ну, возможно, они общались каким-то образом, но нет такого, что прям задрифтовали, значит, точно едешь. Поэтому вот с Чернышевым это сейчас вообще вопрос. Потому что стала появляться информация, что, несмотря на год, который у него еще по контракту, то есть в московском Динамо, Чернышев вроде как хочет каким-то образом этот контракт разорвать и поехать реально в Северную Америку. И, видимо, даже не в Сан-Хосе, и не в Барракуды, видимо, а теперь в CHL. И здесь суть в том, что он просто получал уже время в московском Динамо, то есть не просто там где-то в системе, да? Ему же давали шансы, и он, в принципе, там даже забивал какие-то голы. И вот это решение, оно, конечно, прям такое удивительное. Ну, в общем, пока непонятно. Давайте Пашу тоже подключим опять. Паша должен разобраться. Да, что ты думаешь про Чернышеву? Есть какая-то, может быть, у тебя информация эксклюзивная? Где будет играть Чернышев в следующем сезоне? И надо ли ему реально ехать в Северную Америку, или все-таки надо оставаться в московском Динамо? Что делать Игорю Чернышеву? Уезжать ли ему сейчас в Северную Америку, или оставаться, развиваться в московском Динамо? Логика понятна у московского Динамо. Зачем им вкладываться в парня, у которого через год закончится контракт? Хотя, я думаю, все равно он будет в роли лимитчика. Можно подумать, что у него действительно не очень много очков, и когда ты играешь 40 матчей в КХЛ, но при этом у тебя один гол, то ты спрашиваешь сам себя, что ты тут делаешь, получаешь по 5 минут. В Северной Америке ты будешь много-много играть, но все-таки, может быть, действительно ему стоит подписать, хотя бы, не знаю, продлить плюс один год в КХЛ, или еще что-то. Да, у него большая северо-американская мечта, но очевидно, что сейчас он не готов играть в НХЛ. Он уедет в Северную Америку, будет выступать в АХЛ, и вот эти все 2-3 года развития он будет просто выступать в низших лигах, где с ним не будут так точечно работать, как это делают в Динамо, где действительно Чернышев на большом счету. Тем более мы видим, как у Динамо подрастает молодежь, которая будет скоро играть в основе, там Рябкин тот же самый, и Чернышев через год, через два будет лидером этой команды. Ну, не прям совсем лидером, но он будет там действительно на таком же хорошем счету, как там Рашевский, да. Рашевский играет себе, развивается, и не торопится в Виннипе, хотя не исключаю, что однажды туда уедет. Но он же сейчас стал одним из лидеров команды, которая выигрывает регулярку. Ну, не знаю, если Чернышев считает, что он молодежке, юниорке, там сможет набирать очки и развиваться как-то еще, это тоже его путь, и я не могу принимать решение за него, но чисто так логически посмотреть, он еще не созрел. Вот цель я бы брал как ориентир ребят из Магнитки, которые, там, не знаю, Юров не торопится в Миннесоту, но посмотрите, как он здорово сыграл, выиграл кубок Гагарина. Гребенкин, Гребенкин, да, вот лидер Магнитки уехал в Торонто с колоссальной уверенностью в себе. Вот эту уверенность Чернышеву надо получить, и легче всего ее получить именно в московском Динамо. Продолжим давайте тему Динамо, потому что, да, Чернышев вот сейчас у нас такой под вопросом игрок, но есть еще один молодой талант, который в системе Динамо находится, это нападающий Иван Рябкин. И мы говорим о том, что вот только что закончился драфт, в 24-й уже появляются прогнозы на драфт 25, не только на кубок Стэнли 25, но и на драфт, и Рябкин уже вот высоко котируется, то есть это тоже там первый раунд, очень высоко, там может быть топ-10, может быть даже топ-5. Но Рябкин и правда очень классный сезон провел в молодежной лиге, 2007 года рождения парень, то есть ему 17 исполнилось уже только весной, в 16 лет он большую часть сезона играл в МХЛ, и у него там больше очка за игру. Для 16-летнего он лучший новичок по итогам сезона в МХЛ, и сейчас ему, естественно, порочит большое будущее. И вот теоретически, если Чернышев и правда уезжает, может быть это открывает место и Рябкину уже даже в КХЛ, в Динамо. Я думаю, что Рябкин получил бы свои шансы. И с Чернышевом? Да, потому что он просто гениальный игрок. Таких центров у нас не было очень давно, и если вот он все это подтвердит, то есть то, что у него уже сейчас есть, вот я просто у себя на канале тоже недавно делал видео про топ-5 лучших игроков МХЛ, как бы с посылом я все-таки больше про КХЛ рассказываю, что вот эти люди будут там блистать. Я поставил Рябкина на четвертое место, и он реально такой прям очень умный, я не знаю, у него вообще почти там нет слабых мест, и поэтому обязательно будем смотреть за Рябкиным, я надеюсь, что ему дадут шансы. И это действительно вот наша такая звездочка, которая, надеюсь, что вот вырастет в такую суперзвезду, и у нас наконец-то появятся центры, а Андрей очень переживает, что у нас нет центров. В смысле, я, как будто я один, как будто я один, больше некому перерывать, да, за центром. Куда ты его пошла? Все, ладно, ты справился. А, да? Ну, хорошо. Окей, давайте к рубрике вопросов ребром, и есть еще один молодой парень, которого тоже сейчас выбрали в первом раунде довольно высоко, может быть, так немножко неожиданно, это Егор Сурин, нападающий из локомотива, ну, из системы локомотива, Ярославский Лока, его выбрал Нэшвилл под 22 номером, и сейчас он еще так немножко, ну, не то чтобы прославился, но облетела интернет его цитата из лагеря вот этого развития, тренировочного лагеря, когда он подошел к Марку Боровицке, который сейчас работает тренером по развитию в Нэшвилле, ну, такой был там, дуболом, да, помните, да, Яшкин тогда сломал, вот, и задал ему вопрос, я хочу бить людей, когда мне можно будет бить людей, вот что-то такое, соответственно, вопрос, что это за игрок растет. И мы про Сурина же говорили, на самом деле, по ходу сезона, в связи с тем, что он действительно очень здорово. Что? Спыльчивый. Не-не-не, не то, что спыльчивый, а то, что это действительно топ-игрок в плане результативности, то есть он тоже молодой еще парень, и в Ярославском Локу это опять вот очередной нападающий с статистикой, совершенно великолепный, тоже еще в таком возрасте, там, 17 лет, там, тоже в районе очка за игру. Я, кстати, сейчас вот задумался, я сказал, что, а кто лучший новичок, МХЛ Рябкин, правильно я сказал? Да, по-моему, кстати. Вдруг Сурин, я сейчас вот начал говорить про Сурин, Сурин великолепен, но он интересен еще и тем, что вот он действительно, у него он талантлив, техничен, одарен, оснащен, все понятно, но при всем при этом он очень такой еще взрывной характер такой, он там ругается со всеми. Да, я просто хотел сказать о том, что мы говорили о его результативности, что это классный нападающий растет, который много набирает, но у него две драки в сезоне, в МХЛ две драки и больше 100 минут штрафа. Ну, понятно, две драки, это вот, считайте, полтинник уже штрафного времени, но все равно он еще больше 50, он набрал вот, ну вот, без драк какими-то, и у него там 100 силовых приемов, то есть он первый среди нападающих команды, при том, что он маленький еще, да, масочник, а он уже первый среди нападающих по силовым приемам. И это прикольно на самом деле, что растет игрок, который может и много набирать очков, и при этом вот это вот толкаться, вот это вот все. Классно, когда вот, то есть обычно как, или игрок очень талантлив, техничный, и он типа вообще там, да, никуда не лезет, или наоборот, он типа такой бесячий, но деревяшка, грубо говоря, да, ничего не может. А вот у Сурина удивительно сочетаются и высокие вот это вот технические там все данные, и при всем при этом он вот такой вот непростой парень, типа Радулова, короче, вот его сравнивают с Радуловым, вот что-то в нем такое есть, и, конечно, тоже, я его в своем рейтинге на второе место поставил. Ну, в общем, это интересно, это важно, что игрок такой универсальный, то есть ты можешь и так, и так. Как Маршан будет. Ну, может быть, да, потому что, понимаешь, я вот не люблю, когда про игроков говорят, он типа игрок не для нижних звеньев, он только для топ-6. Я всегда думаю, значит, ты просто, ну, тебе не хватает что-то, значит, ты какой-то как бы недоделанный, как бы не... Ограниченный. Да, ограниченный, то есть это все такое, только топ-6. Ну, значит, если ты не проходишь топ-6, значит, ну, иди потолкайся, а толкаться я не умею, ну, и как бы начинаются вопросы. К тебе вопрос, Ребром. Кто из российских новичков, что бы ты ни вкладывал в это понятие, в ближайшие годы станет самой главной медийной звездой? Ну, наверное, Силаев может стать, потому что в Торпедо, в принципе, очень хорошая вот эта вот пресс-служба, которая никогда не отказывается, всегда дает возможность пообщаться, то есть, ну, на Торпедо журналисты всегда приходит много. Все-таки здесь не только все зависит от игрока. То есть, если нет журналистов, никто не спрашивает, не задает вопросы, ты не на вот этих вот всех сайтах, то, конечно, тебе сложнее. Вот. Но я думаю, что Усурина тоже. Вот даже то, что он сейчас из лагеря сумел сделать вот такой вот инфоповод, это интересно, потому что когда игрок и забивает, и отмечается чем-то таким, он как раз завлекает большую аудиторию, потому что кому-то нравятся голы, кому-то нравятся драки, кто-то кайфует там от силового приема, да. И как раз вот Усурина, вот это, если так брать, кружочек, да, вот этих вот скиллов, у него, в принципе, весь круг-то наполненный. Я думаю, что это возможно. Поэтому вот я бы на Сурина поставил, но я думаю, что в новом сезоне обязательно с ним пообщаюсь, будет интересно. Еще вот такой прогноз. Друзья, мы будем на этом закругляться. Надеемся, что в следующем выпуске у нас появится и Виталий с Лавиной студии, может быть, Паша, я не знаю, как он доедет, может быть, доедет. И до нас тоже. Но, в общем, напишите в комментариях. Мы начали с Сергачева, если помните, что думаете по Сергачеву, по будущему Тампы, как вам Юта, кого из задрафтованных россиян вы видите в НХЛ уже, может быть, в ближайшее время в качестве прям таких готовых игроков и будущих звезд. В общем, не стесняемся, пишем комментарии. Мы читаем, иногда отвечаем. Виталий Славин тоже, наверное, придет, что-нибудь напишет. Так что с вас лайки, подписки, колокольчики, все что угодно. В общем, Роман Стракиев. Андрей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем пока.